Так, народ, давайте тогда пошли на полок. Пошли на полок. А именно, я вам обещал в начале сегодняшнего урока, что площадь сферической полоски не зависит, да? Давайте-ка мы ее посчитаем. Не настолько уж мы маленькие, что называется там 12 лет, все или сколько. Что от вас требуется? Это не особо нервно. Да, это не особо нервно. Что от вас требуется? От вас требуется на некотором расстоянии А и на некотором расстоянии В. Проведены, не побоюсь этого слова, сечения. Так, всем понятно? Это же шар? Да, это шар. Это шар. Поэтому на самом деле это, конечно, вот так. Это не шар, а изображение шара. Да, да, да. А, соответственно, изображение шара на плоскости получается просто так. Согласны? Замечательно. Что у нас тогда возникло между ними? Такая полоска сферическая, да? Отлично. Так вот, господа, а вы напишите-ка мне, пожалуйста, при помощи интеграла, чему равна ее площадь? Нет, а еще в чем проблема? Кто-то хвастается, что интеграла знает. Напишите. А, нет. Никакой. Я же говорил 12+. Нет, ну, если честно, конечно, нет, не 12+, но где-то 9+. Реально интеграла это можно где-то с 9 снять. Могу легко начать. Давайте я... Интеграл. Нет, нет, давайте я сам начну. От А до В. Нет, как начну-то я. Ой, ну почти. Вот. Интеграл от А до В. Чего-то... Да и есть. Сейчас Андрей живется. Ротко. Подумай. Здесь какая-то х. И х абсолютно верно. Это вот здесь вот у нас корень из чего-то хорошего. Надо выбирать. Да. Молодец. Значит, длина вот этой окружности у нас 2π. Да. Так. Пишите. Нам нужно ждать. Умножить ее на 3 снаем. Вот так. И 2π в корень из р клоу. Это у нас х. Раз не так. Ну давайте подумаем. Что вы реально написали? Вы написали длину окружности. Да? Да. Умножив ее на этот самый dx. Да? На маленький-маленький отрез. Это означает, что вы искренне считаете, что сфера вот такая, а не такая. Вы не учитываете наклон. Потому что вы приблизили ее таким цилиндриком. Да, что я считаю. А. Это срез-конус. Нет, не конус, именно. Цилиндр. Вы взяли длину окружности и умножили на этот отрез. То есть вы искренне считаете, что в этом месте у вас наклон вот такой. Это неправда. В этом месте вы будете почти правы. В этом месте вы будете чудовищно неправы. Поэтому этот ответ неправильный. Надо было еще учесть наклон. Подождите, а они были параллельные или параллельные? Параллельные. Параллельные, конечно. Я не помню, что знаком. Наклон поверхности. У вас поверхность. Это же усеченная. Типа усеченного конуса. Это не кривовато. По Менковскому считаете? Нет. Да. Нет. А как нет? А так что? Надо просто знать теорию Пифагора, ребята. Этот наклончик надо просто учесть. Надо по-честному учесть этот наклон. Как? Теорию Пифагора, писать. У вас есть вот этот отрез. r квадрат минус x квадрат. Замечательно. У вас x увеличивается на dx. Поэтому здесь изменяется. И дальше надо написать площадь боковой поверхности соответствующего усеченного конуса. Для усеченного конуса. Кстати, наверное, я в тетрадях вижу, вы рисуете. Вы делаете стандартную ошибку. Вы рисуете бесконечно малый треугольник маленьким. На самом деле, поскольку он вам нужен, то бесконечно малый треугольник должен и здоровый. Понимаете? Вот здесь надо провести параллельно. Типичная ошибка. Да? Типичная ошибка, да. Для площади боковой поверхности усеченного конуса. Давайте я вам на всякий случай нарисую. История такая. Вот у нас есть какой-то отрезок. Вот представьте. Здесь у вас будет некоторое расстояние R. Здесь некоторое расстояние R. И вот этот отрезок вращаем вокруг оси артистеза. Получается усеченный конус. Вывести ее надо. Ответ правильный. Ответ правильный. Ну, Андрей, а в чем проблема? Да. Корень из чего? R квадрата. Да. Х квадрат. Ну, врячий плюс. Скорее минус. Минус. Рель квадрат минус. Ис квадрат. Молодец. В роли икса выступает икс плюс икс. Да не плюс, а минус. Вы заминулись. Вот здесь. Вот здесь вот у вас отрезок икс. Здесь вот у вас отрезок икс. Тогда вот этот отрезок, это корень из R квадрата минус икс квадрата. А дальше икс плюс икс. Вы должны написать такую формулу, только вместо икса написать икс. Будетесь милее. Учитывая физики у вас не хватает, на самом деле. Я тоже бы приучил вас писать. Нет, у вас есть, но ровно какой-то. Вот. Никакое икс. И у него нет у вас никакого икса. Извините, пожалуйста. Надо писать по-честному, без всяких обман. Значит, надо... Вы написали пока что вот эту часть формулы. Теперь надо считать L. По теории Пифагора. Умножить продолжение формулы. Она будет страшная. Корень, большой корень, длинный корень. Из чего? Вот здесь вот катет. Это dx. Правильно? Да. Так опишите. dx, возведенное в квадрат. d квадрат. dx в скобочках в квадрате. Заметьте, dx это единый символ. Это как бы одна буквы. r минус r в квадрате. r. r большой минус r маленькая в квадрате. Что в квадрате? Разность вот этих корней. Извиненая в квадрат. Ты понял. Стоп. Ты не понял. Это вы должны переписать за ним. Да, молодец. Отлично. Отлично. Да, да, да. И еще корень поведите. Да, да. Молодец. А еще на dx. Нет. Никакой. Нет. Оно там где-то внутри зашли. dx ваше. Кстати, даже не один раз. Даже не один раз народ. Дx, dx. И как от этого интегра украсть? Ребята, а не наша проблема. Наша проблема. А вот с этого начнется. Наш этот еще урок. Более того, помощи вот меня не дадутся. По той простой причине, что ничего сложного здесь нет. Ничего, кроме формулы разности, квадрата суммы. Ребята, если вы это не преодолеете, вы никогда интеграла не понимаете. Наоборот, если вы посмотрите и сообразите, и получите правильный ответ, то это будет очень большой шаг для того, чтобы понять, что такое интеграл.